Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Особое мнение на 101FM Да, всё верно, в эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Усенко. Андрей Леонидович, добрый день. Добрый день, Владимир. И уже неделю как не секретарь общественной палаты Кировской области второго созыва. Знаете, есть такая песня у Сергея Беликова «Снится мне деревня». Можно перефразировать, но всё как и прежде, снится мне палата, отпустить меня не хочет. Ну и так далее. Ощущение самочувствия в эту первую неделю уже не стадутся секретаря. Если формулировать правильно, то секретарем общественной палаты второго созыва я как раз остался. Это в третьем созыве новый секретарь, а я, собственно говоря, так и останусь. Напомню, с конца марта 2014 года вы были секретарем общественной палаты. Практически ровно полтора года. Ну, собственно говоря, прекращение моих полномочий не похоже на такой дембель армейский, которым я это образно называл. Потому что полностью отключиться от той части жизни, которой была, конечно, не удалось. Идёт процесс передачи должности, наработок, материалов. То есть в здание на Дериндяево 23 вы заходите? Да, я периодически появляюсь и продолжаю контактировать с многими коллегами и с аппаратом палаты. И более того, приглашён на пленарное заседание общественной палаты Российской Федерации в Москву в конце ноября для выступления на пленарном об итогах деятельности нашей региональной палаты. И приглашён Бричаловым, секретарём общественной палаты России. Потому что нас действительно на федеральном уровне считают одной из динамично действующих и результативных палат. Поедите вы с нынешним секретарём? Да, конечно, Дмитрий Александрович, он тоже приглашён как руководитель, собственно говоря, текущего созыва. Ну, я приглашён вот такой достаточно исключительный случай, когда бывшего секретаря приглашают. Если попытаться оценить личность нынешнего секретаря общественной палаты Дмитрия Курдюмова, как на своего коллегу смотрится? Я с Дмитрием Александровичем знаком больше, наверное, в таком личностном плане, нежели чем в служебном. Наши сферы деятельности, в общем, не пересекались. Мне он известен как достаточно организованный и целенаправленный человек. Поэтому выбор моих коллег третьего созыва, ну, в общем, я понимаю. При этом надо отдавать себе отчёт, что, ну, давайте там в действительности в глаза посмотрим, особого такого большого конкурса на эту должность, как правило, ведь не бывает. Всего было три кандидатуры. Всего было три кандидатуры. Одна из них, Илонур Гусеевнов, снял свою кандидатуру. А ведь в палате 48 человек. То есть это, в принципе, достаточно большое количество людей. Но тут как раз тот случай, когда вроде людей много, выбирать особо не из кого. Ну, при этом я считаю, что коллеги сделали осознанный выбор. Это демонстрирует и цифры, собственно говоря, голосования. 32 голоса из 43. Ну, плюс 2 трети, да, 2 трети было отдано. За Дмитрием Александровичем. Я, знаете, может быть, есть некое клише, там, избитое относительно того, что это такой выбор авансом, да. Но я надеюсь, что, вернее, мне кажется, что коллеги, собственно говоря, вот выбирая Дмитрия Курдюмова, собственно говоря, давали понять, что хотят продолжить развитие общественной палаты, продолжение ее изменений, продолжение ее такой активной работы. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Но ведь работа в центре нейрохирургии, ортопедии, ну, бывшая травмобольница, всем известная тоже, довольно трудоемкое дело в качестве главврача. Несомненно. Каковы ощущения по поводу совмещения еще с секретарем должности? По этому поводу у нас с Дмитрием Александровичем был разговор, даже предварительный, когда было известно, что, собственно говоря, его кандидатура выдвинута. Я, со своей стороны, объем загруженности, объем деятельности секретаря общественной палаты ему описал для того, чтобы он, собственно говоря, понимал, о чем идет речь, и делал осознанный выбор. Но тут найти человека... Деятельность неосвобожденная, поэтому любой человек будет занят на основной работе, больше или меньше. Тут больше-то зависит от, собственно говоря, способности человека организовать собственную занятость, собственное время, собственное внимание ответственное. Есть люди, которые и на одном месте работы выполняют гораздо больший объем полномочий, объем своей работы. Есть люди, которые с меньшим справлением не справляются. Поэтому все будет зависеть от того, как сам Дмитрий Александрович сможет внутри себя, в первую очередь внутри, и во вторую очередь внешне, во внешней среде организовать свою собственную деятельность. Вот то, что Илонур Гусейнов снял свою кандидатуру с голосования, вот это вам как представляется. Ну, понятно, что это личный выбор каждого. С одной стороны, личный выбор, с другой стороны, я знаю, что была группа людей, которые, собственно говоря, Илонуры выдвигали и хотели поддержать, проголосовать. Если это действительно связано с тем, что у него появились какие-то иные интересы в жизни, да, и он хочет себя в большей степени посвятить чему-то, то я его понимаю, потому что этот мотив понятен. Если же, например, он снял свою кандидатуру, понимая, что там немного шансов, то, наверное, этого я бы не понял. Надо было, наоборот, там оставаться. Но я надеюсь, что у него действительно есть проект. Я, к сожалению, с ним пока после этого не разговаривал. Узная его сущность, что называется, я не сомневаюсь, что Илонур действительно найдет, в чем себя применить. Комиссия по междунациональным отношениям, она, видимо, останется уже в третьем созыве, и вполне возможно, Илонур будет ее возглавляться. Возможно. Возможно. Я, честно говоря, не знаю сейчас, пока еще не видел список утвержденных комиссий, потому что я своим коллегам предлагал несколько иной подход к формированию комиссии по итогам работы второго созыва. Насколько я знаю, он так как-то частично был принят, частично нет. И я общего итогового списка пока не видел. У нас была рабочая группа по межнациональным отношениям, межконфессиональным. Мы не сразу ее создали, в несколько раз мы обсуждали этот вопрос о необходимости. Я пока, скажем так, от работы этой группы видел хороший результат в виде проекта «Парад дружбы народов». А вот с точки зрения какой-то другой результативной деятельности, именно с точки зрения результата, пока было не видно, потому что они обсуждают вопрос создания «Дома дружбы народов», потом сайта «Дома дружбы народов». Результата пока не было видно. Но то, что они могут и умеют на этой площадке собраться и вести диалог, это тоже плюс. А ситуация с Мариной Николаевной Копыриной, членом общественной палаты предыдущего созыва, президент адвокатской палаты Кировской области, я имею в виду первое пленарное заседание 25 октября, когда Тахир Мамедов отговаривал присутствующих, но это все, естественно, под улыбки и под смех это все происходило, отговаривал Марину Николаевну идти на должность секретаря общественной палаты, потому что, по словам Тахира Ильича, он ее знает, любит, уважает, а должность секретаря очень трудоемкая, ответственная и важная. Вот не пожелал бы он такого счастья в кавычках. Ну, Тахир Ильич человек действительно оригинальный и большинство его выступлений носят... Ну, некий апатаж, да? Ну, я бы не сказал апатаж, я бы сказал действительно оригинальность. То есть, он зачастую на ситуацию смотрит с какой-то неожиданной, необычной стороны, непривычной многим и имеет какой-то свой взгляд, который не всегда принимается с остальными. Ну, собственно говоря, надеюсь и, в общем, больше практически уверен, что его пожелания были, вернее, его выступление было вызвано такими благими пожеланиями в адрес Марины Николаевны. Ну, вот форма их выражения, конечно, привлекла к себе много внимания. Ну, кстати, не могу не спросить, Андрей Леонидович, про еще про Тахира Ильича Мамедова, его сейчас легитимность его пребывания в общественной палате Российской Федерации. Есть какие-то вопросы? То есть, он уже не является членом общественной палаты Кировской области? Он не является членом общественной палаты Кировской области, потому что, согласно нашего закона, принятого год назад депутатами, не может быть членом общественной палаты региона, что, в общем, достаточно так казуистически звучит. Но при этом членом общественной палаты России, он является в полной мере по полному праву, потому что был избран в соответствии с законными процедурами. ничего о взаимосвязи между членством в общественной палате в процессе исполнения полномочий члена общественной палаты России в законе не говорится, поэтому, на мой взгляд, никаких юридических оснований говорить про какие-то сомнения нет. Еще один вопрос про общественную палату, вернее, про ее нынешнего секретаря, Дмитрия Курдюмова. У него есть возможность вам напрямую позвонить, спросить, посоветоваться? Есть ли уже эти звонки? Несомненно. Я Дмитрию Александровичу позвонил на следующий день после того, как он был избран и, собственно говоря, сказал о том, что готов оказать любое содействие в его работе, в его деятельности и советом, и участием, и встречей. И мы договорились о том, что у нас несколько встреч состоится для того, чтобы мы, во-первых, передали дела, потому что действительно большой объем вопросов, которые я бы хотел, чтобы продолжили рассматриваться в общественной палате и решаться. А во-вторых, понимаете, это очень специфичная такая работа. Я сейчас прекрасно понимаю, что Дмитрий Александрович в понедельник, будучи избранным, например, во вторник, в общем, так странно себя чувствовал, потому что я испытывал ровно такие же чувства. Ты вроде стал руководителем... Вы имеете в виду, что он заявил в нашем эфире об этом, что некая оппозиция уже сформировалась? Нет, я про оппозицию, наверное, отдельно. Я сейчас скажу про такое фактическое состояние. То есть ты избран руководителем чего-то, чего, в общем, как бы в руководстве у тебя нет. Потому что общественная палата это ведь не вертикальная структура, где есть начальники, подчиненные. Нельзя давать поручения. Ты не директор членом палаты, ты ими не руководишь, ты не можешь в чем-то их ограничивать или что-то им поручать. Ты должен осуществлять руководство палатой так, когда у тебя нет никаких рычагов руководства. Плюс ты сохраняешь, собственно говоря, ту должность, на которой ты работал. То есть ощущение очень странное. Ты кем-то стал, но кем ты сразу понять не можешь. Поэтому первые дни и даже недели надо провести просто в понимании, собственно говоря, того, как эта структура работает, как ты ее и ей будешь управлять, как ты в ней будешь, собственно говоря, жить и работать. Что касается оппозиции, я бы все-таки отнес это на такую не совсем верную формулировку, потому что оппозиция, она ведь может быть к позиции. То есть в неком конструктивном. Она должна быть к чему-то. То есть оппозиция это как бы противостояние чему-то или противодействие. Пока никакой позиции и действий, собственно говоря, еще не было. Они начнутся только чуть позже, когда уже начнет развиваться ситуация, будет видно, в каком направлении осуществляется руководство, как рассматриваются вопросы. Поэтому пока оппозиции нет, я думаю, что Дмитрий Александрович так назвал людей, которые хотели проголосовать за другого кандидата. Но не совсем. На самом деле их немного, несмотря, судя по списку голосований. По факту четверть членов общественной палаты, это, в общем, достаточно немаленький процент. 25% набирания, когда набираешь на выборах, это, кажется, считается очень хорошим результатом. Поэтому я думаю, здесь речь не об оппозиции, здесь речь о том, что были две группы людей, которые поддерживали того или иного кандидата. Но самое-то главное, знаете, о чем я здесь хотел сказать? Будет очень плохо, если общественная палата как раз разделится на фракции, что называется. Это очень плохо. По какому принципу? Я не знаю, по какому. Будет позиция, будет оппозиция, будет доминирующая фракция. В любом случае, если это произойдет, это будет очень плохо. Потому что общественная палата, это не поле политических дебатов, когда есть разные позиции разных партий. Общественная палата представляет интересы общества. В этом смысле я вообще не очень понимаю, что такое оппозиция внутри мнения общества. Могут быть разные точки зрения, могут быть дискуссии, они должны быть. Но позиция этого общества должна быть одна и консолидирована. Только в этом случае общественная палата будет иметь вес и восприятие в органах власти. А если она скатится, так скажем, к выяснению отношений внутри самой себя, то никто на нее даже обращать внимания не будет. А вот это ощущение того, что там некие лагеря появятся разные у вас сложилось после того, как вы изучили список тех, кто оказался в третьем составе общественной палаты? Нет, я, собственно говоря, этого не предполагал. Мне бы просто не хотелось, чтобы сейчас события начали развиваться по такому пути. Я бы очень не хотел, чтобы кто-то из членов палаты записал себя в оппозицию и начал себя вести соответствующим образом. Еще больше не хотел бы, чтобы кто-то отнес себя к, в кавычках, партии власти и стал вести себя именно так. Общественная палата, по крайней мере, пока я занимался руководством общественной палаты, пока я был секретарем, на мой взгляд, была с внешней точки зрения достаточно монолитной структурой. Мы могли внутри что-то обсуждать, у нас могли быть разные сомнения, разные выяснения, разные разбирательства, но внешне мы оставались структурой, которая имела монолитное, четкое мнение и позицию. Вот самое... Мне будет очень жаль, если это потеряется. Я напомню нашим слушателям о том, что это особое мнение Андрея Усенко, вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты. Ну, общественная палата у нас сегодня не единственная тема, безусловно. Хочу напомнить слушателям о том, что на сайте хакирова.ру есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, там есть специальная форма для того, чтобы вы смогли свой вопрос задать Андрею Леонидовичу. Это только, еще раз повторяю, интернет такая возможность. Хотел бы сейчас еще немножко обсудить итоги гражданского форума. Форума пятого по счету, который прошел у нас с 22 по 24 октября, тоже совсем недавно. Вы наверняка ознакомились с постом Николая Пихтина, вашего бывшего коллеги по общественной палате второго созыва. Написал он заметку под следующим названием «Гражданский форум 2015 об осадке. Точка». Вот в первую очередь Николай Анатольевич выражает свое недоумение по поводу появления сайта «Вместе Киров». Вот пишет о том, что ему показалось, что сайт этот продавливается, и он абсолютно не наполнен. Накануне вечерами заходил, там на данный момент, ну, на вчерашний вечер было 9 проблем озвучено. Естественно, там дороги, тротуары. Как прокомментирует? Действительно есть признаки продавливания с вашей точки зрения? Давайте начнем с того, что я был бы очень рад, если бы Николай Анатольевич написал сначала о настое, если уж его терминологией пользоваться, а уже потом об осадке. Потому что сначала давайте там про основное поговорим, а потом про второстепенное. К сожалению, там позиция о настоявшемся, то, что называется, настоящем, я не видел. Теперь, что касается сайта. Я не знаю, честно говоря, что Николай Анатольевич называет продавливанием, потому что я действительно неоднократно упоминал этот проект в своих выступлениях. Ну, он там приводит, там, Йополис, например, есть сайт, да? Почему бы его дальше не раскручивать? Ну, я не могу сейчас говорить за другие проекты, я говорю за тот проект, который, собственно говоря, мы презентовали на гражданском форуме, которым мы занимались. Вот тут, кстати, сам сайт вместе с Кировом, он был презентован на последнем гражданском форуме, да? Он и был. Он был представлен в первый день работы гражданского форума. В первый же день вместе с его представлением было подписано соглашение с правительством Кировской области в лице губернатора региона о нашем взаимодействии в рамках этого сайта. Этот сайт является проектом общественной палаты. И целый ряд деталей, которые сейчас обсуждаются, вызывают у меня, знаете, ощущение какой-то, если честно сказать, безнадежности. Объясню почему. Вот на мой взгляд, это классический анекдот про шашечки или ехать. Я считаю одним из основных результатов работы нашего созыва общественной палаты, членом которой, кстати, Николай Анатольевич являлся. Да, я напомнил, что он коллега ваш, бывший по палате. Да, и мне очень удивительно, что он ничего, собственно говоря, не знает об одном из основных проектов общественной палаты. Это вопрос к нему. Так вот, мы, собственно говоря, запуском этого проекта реализовали, на мой взгляд, прямую возможность для гражданского общества участия в управлении регионом. То, что не все, и в том числе мои коллеги, собственно говоря, поняли, в чем она состоит, ну, это вряд ли наша проблема. Мы старались объяснить это, как могли, и, может быть, это воспринял Николай Анатольевич за продавливание сайта. На самом деле... Чересчур настойчивое такое, да, объяснение. Потому что нам было важно о нем заявить, нам было важно, чтобы общество услышало и увидело этот механизм. Это ведь действительно работающий механизм. Инициатива, размещенная на сайте и набравшая 5000 голосов наших сограждан, будет рассмотрена на открытом заседании правительства Кировской области. Именно об этом подписано соглашение с губернатором. То есть инициатива, которую поддержит достаточное количество наших сограждан, будет не просто в формате рассмотрена в правительстве, в каким-то из департаментов, а именно на открытом заседании правительства с публичным обсуждением... Я про всех неравнодушных не скажу, но самое главное, что эта инициатива напрямую будет рассмотрена на правительство, соответственно, будет дан некий мотивированный ответ. Это механизм прямого участия. Ведь давайте задумаемся, какие механизмы у нас есть. У нас есть представительный орган власти, законодательное собрание депутатов. Депутатов у нас 54 человека. Население Кировской области миллион 300 тысяч человек. Ну, если взять голосующее население, ну, примерно миллион, там, возьмем, да, то получается, что один депутат представляет мнение порядка 20 тысяч человек. Ну, около того, да, если я правильно считаю. Так вот... На самом деле, избирательным правом у нас поменьше миллиона. Ну, хорошо, поменьше. Пусть будет даже там 15 тысяч или 10 тысяч человек. Да, 10 возьмем. Мы сократили эту ставку в два раза, во-первых. Во-вторых, мы дали механизм прямого обращения в правительство. Даже если все там избиратели дадут наказ своему депутату, не факт, что он сможет дойти до этого уровня. Мы это реализовали. Пожалуйста, сколько было случаев, когда в рамках некого недовольства или там протеста граждан собирались подписи. Помните, всегда вызывало вопросы, что за подписи, кто собирал, как собирал, чем подтвердить. Вот вам, пожалуйста, готовый механизм донесения своей позиции, своего мнения напрямую до правительства региона. И я сейчас очень удивлен реакцией и представителей общества, и моих коллег, в частности, тем, что они обсуждают не то, какие инициативы, как добиваться их реализации и сбора голосов. Они обсуждают, тут сайт хорош, тут нехорош, что у него там частный владелец, домена там... И зарегистрировано там где-то, непонятно. Он на частного владельца, я могу там совершенно открыто сказать, он зарегистрирован на меня. На вас? Да, он зарегистрирован на меня, потому что я заплатил деньги за этот домен, потому что общественная палата это не юридическое лицо. Есть аппарат общественной палаты. А общественная палата нет такого юридического образования. Поэтому я готов передать этот домен там, не знаю, аппарату, кому угодно. Я дал уже там поручение, чтобы правовые механизмы этого проработали. Но мне, еще раз повторюсь, очень удивительно, что мы обсуждаем шашечки вместо того, чтобы ехать. Пока там только четыре инициативы. Так вот, уважаемые коллеги... Девять я вчера смотрел. Нет, девять проблем. Проблем. А инициатив четыре. И за них подано пока десять голосов всего. Так вот, уважаемые коллеги, я всех там прошу понять, что похоронить этот проект, чему, видимо, все будут очень рады, достаточно легко. Надо лишь сидеть и перемывать ему кости. А вот сделать его реально работающим механизмом, вот это посложнее, мягко говоря. И именно об этом надо говорить, и этим надо заниматься. Иначе мы так и будем сидеть в интернете, жаловаться на власть и, собственно говоря, обрадоваться тому, что у кого-то что-то плохо. Вот накипит однажды что-то там у Андрея Леонидовича, он возьмет и раз домен принадлежит ему, просто-напросто грохнет этот проект. Ну, вы видите, нет, я, естественно, так не поступлю. Я, еще раз повторюсь, я передам его действительно в аппарат, потому что просто на общественную палату его невозможно было зарегистрировать. Но у меня действительно это накипело, потому что, когда вы мне сбросили вопросы, я этот пост только про это, после этого прочитал. И уж от кого, от кого там, от Николая, я совсем не ожидал подобного отношения, собственно говоря, к тому, чем мы с ним вместе в стенах общественной палаты занимались. Ну, все это обсуждаемо, естественно, и мы свое обсуждение тоже продолжим после небольшой рекламы. Я напомню, что это особое мнение Андрея Усенко, вице-президента авиатской торгово-промышленной палаты. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Владимир Сметанин. И свое особое мнение сегодня в нашей студии высказывает Андрей Усенко, вице-президент авиатской торгово-промышленной палаты. Вы знаете, сейчас у нас будет такой бизнес-блог последних новостей именно из этой сферы. Состоялось 29 октября очередное пленарное заседание областного законодательного собрания. И вот там несколько законодательных инициатив, касающихся бизнеса, были закреплены. Ну, если не в окончательном чтении, то вот в первом чтении. Ну, во-первых, в первом чтении был рассмотрен проект бюджета Кировской области на 2016 год. Вы с ним, безусловно, знакомы с этим проектом. С основными показателями, да. Многих пугает. Да и вообще на уровне страны, как известно, у нас на один теперь год бюджет будет приниматься. Вас пугает? Нет, это меня совершенно не пугает, потому что я вам напомню, что с трехлетним бюджетом мы живем совсем не так давно. Но у нас там основной год все-таки следующий, а там плановый период. Нет, я имею в виду, что вообще бюджетное трехлетнее бюджетирование было введено в Россию не так давно. По-моему, там, 4 или 5 лет назад. До этого мы всю жизнь жили с однолетним бюджетом. В общем, как бы ничего катастрофического в этом не было, поэтому это не пугает точно. А сами цифры? Ну, они примерно сопоставимы с... Ну, цифры ожидаемы, сопоставимы и понятны. С цифрами этого года, да. Тут вопрос-то интересный был в том, что год назад Минфин России ставил задачу регионам выйти на бездефицитные бюджеты. И вот тогда все голову ломали, собственно говоря, а как это сделать, да? Это сказка? Это невозможно сейчас? Ну, вот год назад Минфин России считал, что это должно быть так. Это сейчас изменились все-таки требования. И, собственно говоря... Знаете, у меня отношение к бюджету такое... Хорошо, когда есть что делить. Вот тогда можно спорить, обсуждать, выставлять, расставлять приоритеты. Когда делить-то особо нечего. Когда в бюджете зарплаты бюджетникам заложены не полностью, да, и мы понимаем, что, собственно говоря, этот бюджет ожидает такое количество корректировок еще и в этом году, и в следующем в течение года. И поэтому мне кажется, что ни у правительства области, ни у депутатов законодательного собрания свободы какого-либо там распоряжения этими бюджетными средствами нет. Бюджет является достаточно там механической росписью попытки выполнения тех обязательств у региона, которые есть. В общем, дьявол кроется в мелочах, как часто говорится. Ну, где-то что-то, может быть, и можно найти, но вот по моим, ну, как бы мои ощущения от тех цифр, которые я посмотрел, это реально попытка натянуть свои возможности на все те обязательства, которые есть, в которые нас в том числе загнал федеральный центр. И тут напомню, что мы принимаем бюджет региона, рассматриваем его, не имея еще окончательного бюджета страны. И, собственно говоря, там без него-то будет, ну, без него пока что-то вообще решать сложно. Ну да, депутаты Госдумы тоже еще не поставили точку окончательно. Еще один итог пленарного заседания ОЗС 29 октября. Принятие во втором чтении закона аналоги на имущество организации. Тема, по поводу которой вы тоже активно высказывались. Ну, тут только одна поправка, да, насколько я понимаю, прошла поправка депутата Бакина, то есть об увеличении площади торгово-офисных помещений с одной тысячи квадратных метров до двух тысяч. Ставка у нас осталась прежняя. Один процент. Ну, да. Ну, я напомню, что изначально законопроект звучал как два процента от тысячи метров. И это, собственно говоря, то, о чем мы спорили и дискутировали с депутатами. У вас ваше предложение заключалось поменьше процента. Наше предложение было 0,5 от трех. Вот так его формулируем. В результате получился некий компромисс один от двух. Довольны таким решением? Это, кстати, окончательно? Это окончательно принято решение. С 2016 года начнется уже исчисление налога именно исходя из этих показателей. Мы недовольны окончательно таким решением, потому что... Мы, это детская торговая промышленная палата, бизнес-сообщество. Мы считали обоснованными те цифры, которые предлагали мы. И в отношении площадей, потому что три тысячи это реально большие торговые центры. От двух тысяч есть достаточно большое количество сравнительно небольших объектов, две триста, две пятьсот, которые не являются большими. Но при этом попадают под этот закон и начинают нести повышенные налоговые обязательства. Ну и по ставке, конечно, с одной стороны, хорошо, что в законе нет прогрессивной шкалы ставок, которая изначально задумывалась. Как в первом чтении планировали. Полтора-два процента. Да-да-да. То есть нет заложенного роста. Хотя мы понимаем, что ничто не мешает депутатам в следующем году к этому вернуться. Но по площадям, конечно, вопрос принципиальный. И мы с опасением сейчас, вот сейчас, начинаем заниматься анализом ситуации по конкретным налогоплательщикам, по конкретным собственникам помещения. По подробнее. Где уже такие исследования проводятся? У меня сейчас запланирован ряд встреч с собственниками помещения, когда мы будем смотреть, собственно говоря, математику, с которой им в следующем году придется жить. Завтра у меня будет встреча с собственником помещения, административный центр, площадь 2,5 тысячи квадратных метров как раз, который на 70% сейчас пустует. Ну, реально пустует, просто потому что площади не сданы. Я съездил туда, посмотрел. А какова арендная плата там? Арендная плата до 100 рублей. За квадрат? Мышше за квадрат. В настоящий момент, так как это была упрощенная система налогообложения, они налог на имущество вообще не платили. Со следующего года у них платеж выходит порядка, по-моему, полумиллиона в год. Для них это просто там крест на бизнесе, все, да, то есть закрываться. Причем, а дальше-то непонятно, что с этим делать. Ты даже закрыться не можешь. Имущество-то у тебя осталось, и ты должен с него платить. Продать его сейчас в нынешней экономической ситуации там особо никому нельзя. И мы сейчас вот в таком точечном режиме начинаем смотреть эти объекты. Поясню, с какой целью. У нас есть договоренность, и мы надеемся на ее выполнение со стороны правительства области о том, что формирование перечня объектов, а я напомню, что налог платится не автоматически от площади, а ты должен для этого, твой объект должен находиться в специальном перечне. Так вот, формирование этого перечня является прерогативной органом исполнительной власти. И мы надеемся, что в результате совместной работы нам удастся сформировать перечень таким образом, что в него попадут те объекты, из-за которых, собственно, закон и был принят. Объекты, которые уплачивали несопоставимую сумму налогов со своими площадями и оборотом. А те объекты, для которых это является неподъемной ношей, в этот перечень не попадут и останутся в прежних условиях. Так, вы начинаете анализировать уже сейчас, а вот тот же депутат Бакин, бывший главный налоговик области, говорит о том, что будем анализировать ситуацию уже по итогам 2016 года. Поздно уже будет. Я что здесь могу сказать? Ну, проанализируют они, что снова будут поправки пытаться вносить. Помните, когда у нас подняли взносы для индивидуальных предпринимателей, страховые взносы. И вот тогда как раз там проанализировали это по итогам года прошедшего. Сотни закрывшихся ИП. Сотни у нас в области, сотни тысяч в масштабах страны. И внесли там небольшие поправки. Что от этого изменилось? Уже ничего не изменилось. Поздно. Мерить пульс после того, как человек умер, в общем, смысла-то не имеет. Еще одно решение этого пленарного заседания ОЗС, принятие так называемого закона о налоговых каникулах. Выступал докладчиком был Павел Николаевич Ануфриев, замминистра развития предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области. Вот по планам правительства в Кировской области ежегодно, благодаря этим налоговым каникулам, будет становиться на 557 новых ИП. Вот не 500, не 600, а 557. Интересно методику, конечно, этих подсчетов. Ну, давайте в целом. Да, я был участником рабочей группы, которая, собственно говоря, занималась этим законопроектом. И я знаю, откуда эта цифра. Эта цифра, анализ по информации муниципальных образований Кировской области, тех, кто в настоящее время ведет подобную деятельность в неправовом поле. И надежда на то, что с принятием этого закона они, собственно говоря, перейдут в это правовое поле. Зарегистрироваться. Да, такие оценочные цифры. Я бы... Подождите, так они же... А, ну да, они вновь будут зарегистрироваться. Да, да, да. То есть они сейчас там... Я бы очень, пользуясь возможностью и тем, что нас слушают, я бы хотел еще раз сказать, уважаемые коллеги, налоговые каникулы распространяются на очень узкую группу вновь регистрирующихся предпринимателей. Социально ориентированные. Социально ориентированные, производственные. И третья еще группа есть по видам деятельности. Там есть серьезные ограничения по обороту и по количеству занятых. До 15 человек. До 15 человек и до 6 миллионов оборотов. До 6 миллионов, да. Но при этом надо понимать, что его действие будет распространяться на очень ограниченное количество людей. Я надеюсь, что будет проведена соответствующая информационная кампания в средствах массовой информации для того, чтобы мы с 2016 года не получили определенный поток людей, которые будут идти с целью зарегистрировать ИП, будут его регистрировать в надежде на то, что вот же они обещанные налоговые каникулы, а будет оказываться так, что они попадают, собственно говоря, вернее, не попадают в этот перечень очень узкий. Либо работников у них больше, чем 15, либо не тот вид деятельности. Первое ограничение, конечно, будет по видам деятельности. Потому что таких видов деятельности, вернее, такого бизнеса, чтобы начать с нуля, очень немного самих видов. Поэтому вот на это надо обратить внимание. Ну и, собственно говоря, я не считаю, что это окажет сколь-либо значительное влияние на в целом вот как бы такую экономическую ситуацию в регионе, к сожалению. А согласны ли вы с мнением, которое высказывают многие специалисты о том, что дробиться будут уже существующие предприятия и более мелкими компаниями уже тоже регистрироваться? Смотрите, ведение социального бизнеса – это вообще особое состояние души человека. И ожидать, что там будет всплеск предпринимательской активности, не приходится. Производство в таких показателях – это вообще некий нонсенс. Производственное предприятие с оборотом в 6 миллионов рублей в год – это не производство, это рукоделие, что называется. Поэтому я не думаю, что здесь будет использоваться схемы деления. Мы обсуждали это для действующих предприятий. Не настолько привлекательны по сравнению, например, с упрощенной системой налогообложения эти предложения, чтобы идти по этому пути. Остается у нас пара минут. Мы не успеваем там все темы охватить, осветить, которые были запланированы. Но все-таки транспортный налог, хочу вас спросить, как автомобилиста. Тема тоже поднималась на последнем пленарном заседании ОЗС. Там интересная вообще ситуация получилась. 21 голос за отмену все-таки был транспортного налога в Кировской области, 22 против. И вот с таким небольшим перевесом противники отмены все-таки победили. Ну, Виктор Женихов выступал с этой инициативой, ссылался на то, что у нас двойное налогоболожение получается, и акциза, который в бензине, в горючем заложен, и вот транспортный налог. Как вам. Действительно ситуация несправедливая, когда и там, и там платим. Ну, действительно несправедливая. Более того, насколько я помню и знаю ситуацию, у нас ведь действительно президент, когда принимали решение о включении акцизов в стоимость бензина, собственно говоря, должно было сопровождаться это отменой транспортного налога. Понятно, что сейчас-то не то время, чтобы какие-то налоги отменять. Там никто на это не пойдет из органов исполнительной власти. Но это тот самый разрыв в федеральной позиции и региональном исполнении, с которым мы сталкиваемся уже не впервые. Это когда президент говорит о том, что налоги на 4 года. В прошлогоднем послании Федеральному собранию президент страны сказал о том, что налоги на 4 года будут неизменны. Мы с вами принимаем закон о налоге с кадастровой стоимости. По факту для людей налоги увеличиваются. Да, это механизм юридических терминов, то, что изменилась база налогообложений. Но по факту налоги увеличились. И получается, что президент сказал одно, в регионах мы имеем другое. Это не только у нас, это везде. И это проблема не регионов, к сожалению, потому что федералы на них сбрасывают эти обязательства. Но вот этот разрыв приводит к тому, что наше общество вообще перестает верить государству, к сожалению. И в этом смысле государству надо предпринимать усилия для возвращения этого доверия. Быстро истекает время нашей передачи. Это «Особое мнение». Напомню, особое мнение вице-президента Вяткой торговой промышленной палаты Андрея Усенко. До новых встреч. Удачи. До свидания. Всего доброго. Особое мнение на 101FM